Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Кировская область попала в десятку субъектов с самым большим количеством дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в первой половине 2022 года Перечень составила РИА Новости По данным агентства, в нашем регионе за упомянутый период было почти 142 травмированных на 100 тысяч населения Хуже нас дела обстоят только в 8 субъектах, включая Владимирскую и Тюменскую области, Республики Алтай и Тыва Меньше всего ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Чечне, там показатель ниже Кировского почти в 9 раз Трасса 101 Министерство внутренних дел поддержало идею создания официального перечня лекарств, которые водителям непосредственно перед поездкой употреблять нельзя Для примера приводятся кроволол и волокордин О том, что они негативным образом сказываются на состоянии шоферов, можно узнать лишь из инструкции Четкое и понятное предостережение на упаковке препарата отсутствует В качестве такового, считают полицейские, мог бы выступить красный круг с перечеркнутым изображением автомобиля внутри Трасса 101 В Брянской области на автовладельца завели уголовное дело из-за того, что он предъявил полицейским недостоверный полис ОСАГО Мужчина, регистрируя в ГИБДД машину, передал сотруднику страховку, оформленную на другое транспортное средство и другого гражданина Это выяснилось после проверки документа по базе Российского Союза автостраховщиков Теперь горе водителю грозит арест на срок до полугода, либо штраф до 80 тысяч рублей Трасса 101 Депутат Госдума Ярослав Нилов выступил с критикой системы фото-видеофиксации нарушений ПДД По мнению парламентария, увеличение числа комплексов не ведет к повышению безопасности движения Это, цитирую, миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств Народный избранник считает необходимым провести аудит дорожных камер и 70% из них демонтировать Основным нарушением, фиксируемым с помощью комплексов, должно остаться превышение скорости Из списка надо исключить в том числе непристегнутый ремень и разговор по телефону, заявил Нилов Трасса 101 Автомобиль китайского производства впервые вошел в тройку самых продаваемых в России новых иномарок Речь о кроссовере Джили Кулурей, который по итогам июля занял второе место, информирует агентство Автостад Сейчас заводские цены на паркетник начинаются от 1 миллиона 880 тысяч рублей Первая строчка досталась Kia Rio минимум 1 миллион 435 тысяч На третьем месте Hyundai Solaris от 1 миллиона 408 тысяч рублей Также в первой пятерке оказались Hyundai Creta с официальным стартовым ценником 1 миллион 859 тысяч И Havail Jolion минимум 2 миллиона 29 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101